Вау! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кошка Мандаринка. Давно меня тут не было по некоторым личным причинам. Имею право. Ну, а еще с вами Ржавая Гончия и... Подвинься. Без рук, пожалуйста. Ну, хорошо, хорошо, без рук. Подвинула, подумаешь, уже капризничает. Да, с вами снова Ржавая Гончия. Давно меня тут тоже не было. Тоже по разным причинам. Но они были не настолько личные. Все дело в том, что я завершила сюжет ровно до того момента, до которого целый год рисовала декорации. Сейчас в сюжете идет новый момент. Новый переходный момент, который изначально не планировался, как продолжение сюжета. Но появились новые герои, появились новые сюжетные линии. И все это как-то должно быть связано. А поэтому для этих событий нужны будут новые декорации. Могу дать подсказки. Среди этих самых декораций будет несколько квартир. Сейчас будет это звучать, как реклама какого-нибудь дома, недавно построенного. Типа, там будет несколько новых квартир. Возможно, улиц, дворов. А также... Надо подумать. Что-то я уже сделала и не помню, что. Ах, да, фабрика. Все мы помним, где оказался Найт, но я сделала только часть декорации фабрики. А она является одной из основных. И... Вот такие вот дела. Нужно было свести еще пару новых тем для пары новых моментов. Короче... Вместе с этим всем еще и поиск работы. Ну и моя осенняя хандра, которая началась почти что с 31 августа. Да. Вот почему меня так долго не было. Поэтому я постараюсь как можно скорее вернуться в строй. Хоть и мотивации у меня на это тоже особо нет. Но если вы не забудете писать комментарии к новой серии, которая выйдет, то, конечно, мотивация чуть-чуть повысится. И у меня будут смыслы не только снимать новые серии, но и, может быть, создавать что-то, что не относится к сериалу. Вот так иногда бывает. Что ж, лето прошло. Наступила осень. А осенью так не хватает чего-то теплого. Холода еще не наступили. И, конечно, будут еще теплые дни. Но уже чувствуется... Ощущение чего-то, что прошло и не вернется. Чувство начала чего-то нового и завершения старого. И это все как-то тоскливо. Хотя осознаешь, что, возможно, впереди что-то лучшее. Что такие чувства уже были. Но, тем не менее, сегодня у нас будет обзор на теплое создание. Ей, а кошка? Кошка, конечно, тоже теплое создание. Но кошка уходит из кадра. И в кадре появляется лама. Да. Теплое создание из семейства верблюжих. Или как там... В общем, да. Это лама фирмы Коллекта. Она весьма небольшого размера. И пока в коллекции у меня это единственная лама. А так, они, конечно, есть и у фирмы Сафари, и у фирмы Папо. И даже у шлях появились ламы. То ли в прошлом, то ли в этом году. Точно не помню. Или это были альпаки. Но все они из одного семейства в любом случае. Не знаю, почему лама и альпака так популярны. Возможно, именно потому, что они теплые. И теплое. Это то, чего людям не хватает. Особенно в осеннюю пору. Как мы можем видеть, фигурка хоть и небольшая, но весьма проработанная. Мы видим структуру шерсти, мышцы на мордочке. Вот, сфокусировалась камера. Мы можем видеть мышцы на мордочке. И то, что глаза покрашены глянцевым. У ламы также проработанная проработанная мускулатура. Можем видеть сухожилие. Но мы не можем видеть половые подробности. То есть, если кому-то это было в напряг, то тут ничего этого нет. Тут все гладенько, чистенько, как будто бы... Ну, короче говоря, все цивильно. И для детей, и для взрослых. Коллекта 2009 года. Лама. Не могу понять, какая у нее поза. Вроде бы такая настороженная, но в то же время больше любопытная. Как будто она что-то интересное увидела и смотрит на объект, который выполняет какие-то действия. Типа, эээ, ты что там такое творишь? Вообще не понимаю. Вот так вот эта лама выглядит с разных сторон. У ламы шерсть не такая пушистая, как у альпаки, но чуть пушистее, чем у викуньи. Если кто-то не знал, кто такие викуньи, посмотрите в интернете. Потому что это тоже одна из разновидностей таких созданий. Лама, альпака, викунья. Вот. Если кто-то думает, что у нее копыта, то вы ошибаетесь. На самом деле у всех этих созданий из семейства верблюжих копыт нет. У них, они, конечно, относятся к порнокопытным, но они скорее мозоленогие. То есть у них лапа, нога, да, все-таки нога, она устроена как копыта, но при этом от копыта у нее только два больших когтя. А все остальное это как бы мышцы, мозоли. И они нужны им для того, чтобы ходить по пескам. Потому что если бы у них были копыта, они бы легко проваливались в этот песок. Если бы были просто лапы, то они бы легко обжигались. Из-за того, что у лапы площадь, конечно же, площадь соприкосновения с землей больше. И воздействие температуры на эту площадь, наверное, тоже больше. А так как это мозоли, то есть, по сути, исхоженная кожа, то она не такая чувствительная. А так как она еще и тонкая, то она не сильно вредит животному, обжигаясь от песок. Ну, в общем, надеюсь, я понятно объяснила. Вот так устроена, наверное, мозоль. Они тоже могут раздвигаться, как и копыта горных козлов. Но они не копыта. Они все-таки тверже. Точнее, мягче. Да. По сути, лапа, полулапа, полукопыта. Вот так это ощущается. Шерсть у них очень теплая, как и подшерсток, несмотря на то, что семейство верблюжих часто живет в таких странах, как Азия, Африка, ламы, вроде как в Тибете. И все это вроде как теплые страны, но ночи там бывают холодными. И для таких ночей нужна хорошая утепленная защита для тела, которая непременно есть улам, альпак, викуни, верблюдов, ну и всех прочих подобных. Привет. А ты что тут забыла? Вроде бы сейчас не весна и не лето даже уже. Но я Купитон. для любви нет времени года, она может быть когда угодно. Поэтому я там, где считаю нужным быть. Мне кажется, что этой ламе одинока. Сама же сказала, что в этом твоем заповеднике она совершенно одна. Ну а помнишь свое правило? Каждого вида по паре. Да, конечно, помню. Наверное, имеет смысл присмотреть еще одну ламу когда-нибудь на будущее и показать ее также в обзоре. Ставьте лайк, если вы хотите этого, и я буду знать, что мне заказать в следующий раз. Потому что я уже подобрала несколько кандидатов в пару этой ламе. Ну вот и прекрасно. Да, необычные у нас были тут гости в виде купидона, которого я сделала когда-то сама. Ну а пока поставим мандаринку снова сюда. Я буду смотреть на ламу, пока она смотрит на тебя. Хватит на меня смотреть, это напрягает. Ну что ж, а сегодня с вами были кошка-мандаринка. смотрящая на ламу. Лама и, конечно же, ржавая гончия. Ждите новых обзоров, продолжения сериала и до новых встреч! Редактор субтитров